Какой рассыпчатый, аппетитный. Вот зеленый лук, зеленый чесночок, такую привкус дает приятный. Петрушечку надо бедным кушать. Такое блюдо можно готовить на даче без хлопот. Советую приготовить. Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня покажу вам, как я готовлю сытные вкусные блюда на скорую руку. Делаю все на глазок. Если вам интересно, можете посмотреть. Обычная чугунная сковородочка. Наливаю растительное масло, разогреваю его и выкладываю кусочки курицы. Немного пожарилась с одной стороны. Я переворачиваю. На данном этапе я корочку подсаливаю. Вот так вот. И добавляю черный молотый перец. Нарезаю лук, не крупно и не мелко, вот такими кусочками. Вообще-то его можно нарезать по-разному, кто хочет. На такое блюдо я обычно лук сильно не измельчаю. Добавляю в ковородочку. Распределяю между кусочками курицы. Пусть немножко обжаривается. Огонь у меня ниже среднего, но не совсем маленький. Беру морковку, такая средняя. Вот такими полосочками я нарезаю. Лук уже прихватился, стал помягче. Пришло время добавить морковку. Также стараюсь я распределять ее между кусочками курочки, чтобы она быстрее проварилась, протушилась. Примерно 300 миллиграмм у меня вот такая кружечка риса. Промываю рис проточной водой раз в 7, не меньше. До тех пор, пока вода не будет светлая. Вот так я помешиваю. Курица готовится очень быстро. Так что такое блюдо получается очень и очень быстро. Добавляю барбариса немножечко сушеного. И такую вот щепотку приправы сыра. Кумин, что мы называем. Сразу такой запах пошел вкусный. Пришло время добавлять рис. Высыпаю поверх мясо с овощами. Сверху посыпаю солью. И заливаю горячей водой. Кипяток. Заодно и соль у меня будет там растворяться. Воды наливаю тоже на глазок, чтобы хорошо покрылся рис. Перемешивать я не буду. Огонь чуть ниже среднего. Крышкой закрывать тоже не буду. Теперь остается только за ним посматривать, чтобы вовремя прикрыть крышечкой. Я немножечко добавила сейчас водички, потому что просмотрела и у меня она почти вся выкипала. Мне надо, чтобы рис у меня еще тушился под крышкой. Я еще раз добавляла соль. Когда я залила водой, немножечко покипело. Я попробовала бульончик на соль. Мне показалось, что мало. Я еще сверху посыпала солью. Перед тем, как накрыть сковородку крышкой, я вставлю вот такие два зубчика чеснока. Можно побольше, кому как нравится. Накрываем крышкой. Вставляем минут на 5-10. По времени ориентироваться не надо. Я пред этим сказала, что 5-10 минут под крышечкой держать. Смотрите сами. Главное, чтобы рис уже был готов. Может быть у вас получится раньше это приготовить. Может быть позже. В зависимости от того, в каком состоянии был рис, до того, пока мы его не накрыли крышкой. Я имею в виду сковородочку, не накрыли крышкой. Теперь я все перемешиваю. Вот так я подняла наверх. Снова прикрываю крышечкой. Пусть немножечко еще постоит. А я тем временем подготовлю зелень. Кстати, вот эта зелень с моего балкона. Я привезла с дачи тоже зеленый лучок и петрушечку. Но и этот срезал мне надо использовать. Здесь чеснок зеленый и лучок. Я покрошу и сверху на порцию риса с курочкой посыплю. Какой аромат идет от чеснока зеленого. Я прям очень довольна, что я придумала его так выращивать на зелень дома. И вот такая петрушечка у меня для украшения. Ее можно и кушать, она очень полезная. Красивое, аппетитное и вкусное блюдо. Готовится очень и очень быстро. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч!